И сегодня мы разбираем дальше социальную сеть Instagram, а конкретно будем разговаривать о Stories. Теперь в Instagram люди делятся на два типа. Это те, которые смотрят ленту и те, которые смотрят Stories. Не так давно этот инструмент появился, но он просто уже обогнал все, скажем, мессенджеры и сети, которые до этого работали. Snapchat, Facebook. Он теперь лидирует по поводу того, чтобы просматривать Stories. И мы в этом уроке разберем, как удерживать аудиторию с помощью Stories. Вы получите инструменты развития через Stories вашего аккаунта. И также получите более 50 идей для контента вашего Stories. Смотрите, записывайте, внедряйте. Погнали! Сегодня мы будем разбирать секретные секреты. Вот по поводу того, как увеличить продажи в инсте с помощью Stories. Вы знаете, что Stories сейчас очень тоже мощный инструмент. Не так давно появился, но уже вытесняет саму ленту Instagram. Сейчас мы разберем, как вы сможете увеличить свои продажи в Instagram с помощью этого инструмента, с помощью Stories. И сделаем вначале небольшие договоренности. Вам нужно сделать что? Следующее. Отложить все дела и еду. Перестаньте готовить борщ, суп или смотреть параллельно к армелиту и обучаться. Складываем в сторону. Проверьте, настроите звук, комментарии и картинки. Приготовьте ручку и тетрадки. Реагировать на вопросы. Необходимо задавать вопросы и выполнить домашнее задание. Это то, что вам необходимо. Если вы сейчас будете смотреть этот видеоролик в записи или в прямом эфире. Вот поэтому отложитесь все. Включитесь в работу. Потому что сегодня вы получите очень ценный контент, который будет вам полезен. для продвижения вашего же бизнеса. И мы едем дальше. План вебинара сегодня следующий. Разберем алгоритм работы с Instagram Stories. Всем инструментов продвижения через Instagram Stories. Примеры вовлечения подписчиков через Stories. Все лучшие способы применения актуальных Stories. Более 50 идей для контента в Stories. Представляете, вы уже получите готовый чек-лист с более чем 50 идей для контента в Stories. И сервисы для изготовления профессионального фото и видеоконтента. Тоже очень много задают и спрашивают. Поэтому я решил с вами сегодня этим всем поделиться. Вы должны понимать, что уже более 300 миллионов человек используют Instagram Stories ежедневно. Я помню, когда они только появились. Мне лично было западло, наверное, что ли их снимать. Но теперь я понимаю, что это неотъемлемая часть бизнеса. Особенно инфобизнесы. И нам необходимо транслировать. Многие друзья, знакомые, понимают и знают, чем я занимаюсь, что я делаю, где я бываю. Они вовлечены в меня. Они каждый день смотрят, что я и как делаю. Потому что людям интересно подсматривать за вами, за вашей жизнью. И если вы даете интересную информацию, цены контента, они будут еще больше вовлечены в вас. И, возможно, они все чаще и чаще будут обращаться к вам и будут оставлять заявки. Stories Продакт. Здесь я хочу показать вам, насколько Stories сейчас популярны. Они обогнали Instagram. Сам Интаграм со своими Stories обогнал. Snapchat. Facebook. Facebook Stories. Messenger и Facebook. Есть два мессенджера. Два продукта у Facebook. Есть отдельный мессенджер. Есть отдельное приложение Facebook. И посмотрите, что сейчас в Instagram Stories в ноябре 2017 года, а сейчас еще больше, уже использовала его 300 миллионов из 800 миллионов людей, которые в целом используют. В Snapchat из 200 миллионов, кто пользуется Snapchat, там 191 миллион. Представьте просто, какие объемы и как Instagram сейчас быстро рвет этот рынок благодаря Stories. И вы должны понимать, что сейчас люди делятся на два типа. Те, которые смотрят ленту и те, которые смотрят Stories. Поэтому, опять-таки, я еще раз говорю, Stories является неотъемлемой частью вашего бизнеса. Итак, чтобы сделать Stories, что необходимо? Сейчас разберем небольшую механику. Добавить. Видите, введено добавить. И лента интересна. Здесь мы что, в ленте видим сверху все актуальные Stories, то есть ваших друзей, только учащего просматриваете. Или те, которые больше всего набирают просмотров, они более актуальны, поэтому они у вас в самом впереди. Вот. Чтобы добавить, нажимаем на фотоаппарат во вкладке домик. Нажимаем фотоаппарат. И мы сможем добавить Stories. Как это делается далее, еще больше разберем механику. И также лента интересная. Когда нажимаем на поиск, мы попадаем здесь, в ленту, где собраны самые актуальные Stories, те, которые больше всего просматривают и пользуются популярностью. Вот, например, Симферополь. Когда вы выкладываете Stories, опять-таки, ставите хэштег. Если это Симферополь, то они объединяются в одно, и потом вас люди могут просматривать, больше видеть. Было замечено, и дальше мы это тоже разберем, что когда вы просто делаете Stories, и когда вы сделаете Stories и писаете геолокацию, сразу количество просмотров увеличивается в два раза. За счет геолокации, за счет того, что ваш контент транслируется и другим людям в поиске. Виды съемок. Какие бывают в Stories? Это что мы разбираем? Это текст. Это обычная. Бумеранг. То есть, когда придется много фотографий, потом вкладывается в одно, и оно повторяется по кругу. Рано видели, когда вот так вот. Такое живое фото. Фокус. Это когда ваше лицо в фокусе, остальное задний фон размыто. Суперзум. Это когда наводится постепенно бум. Какой-то объект увеличивается, и там можно добавлять также музыку. Обратная съемка. Когда ваши действия, наоборот, если вы понятны, свободные руки, я снова пользуюсь этим инструментом, сразу перестану на свободные руки, чтобы не держать кнопку обычного, мы выбрали свободные руки, нажали, и все. Дальше мы свободно можем держать телефон, не зажимая кнопочку для съемки. И фотоанимация, это когда делается много фотографий, потом оно все в движении, вот так вот происходит, робот. Теперь разберем. Есть сторис, да? Поиск по хэштегам и геолокация. Опять-таки, мы выставляем сторис, и можем отметить на этих сторисах геолокацию. Геолокацию нужно выставлять либо то, где вы бываете, либо желательно это делать. Геолокацию там, где бывает ваша целевая аудитория, для того, чтобы она могла чаще смотреть, потому что будет показываться та аудитория, где, ну, ваш, как это, скажем так, вы отметили, например, торговый центр, и вы понимаете, что там ваша целевая аудитория обстановка собирается, вы это продаете, то независимо от того, есть у вас люди эти в друзьях или нет, сам инстаграм будет продвигать эту сторис и попадать людям, которые когда-то там были или просматривали с этой геолокации. Поэтому ваш объем целевой аудитории увеличивается за счет геолокации. Также это связано с хэштегом. Сейчас есть возможность подпись по хэштегам. Если кто-то из людей подписан на определенный хэштег, вы его выставляете, то обязательно ваш сторис туда попадает. Очень удобно. Это для того, чтобы сделать больше и шире охват. Дальше. Отследить статистики можно абсолютно все сторис, которые вы делаете. Все, что там было, есть, будет посмотреть, кто смотрел, кто лайкал, кто голосовал. Вот, например, история, куда попадали ваши сторис. Например, если стояла геолокация Москва, то этот сторис мог попасть в общую, делать актуальные сторисы в московские. И люди могли вас там увидеть, смотреть. И также увеличить за счет этого, прибавить к вам либо подписчиков, либо клиентов. Но очень важно, что можно смотреть статистики все. Даже когда голосование происходит, вы можете посмотреть, кто за проголосовал, кто против. И дальше уже развивать диалоги. В зависимости от того, что вы вообще преследуете. Подборка. Вы пишите себе основные 10 хэштегов. Вы должны понимать, это те хэштеги, которые используют ваши целевые аудитории. И то, что они обычно ищут. И основные 10 точек геолокации. Например, свой адрес, место, целевые аудитории и ближайшие точки от вас. Вы пишите, чтобы они у вас были. Вы всегда постили в своих сторисах эти геолокации, потому что я буду увеличивать охват. Дальше. Есть два вида сторис этого видео. И можно делать. И можно видеть, точнее делать фотографии. Так вот, фотография в сторис отображается всего 3 секунды. Ну, если вы фотографии туда загружаете. А видео может длиться 15 секунд. Все это расположено будет в ленте у вас 24 часа. После этого оно исчезает. Поэтому необходимо снимать как минимум 5 сторис в день, чтобы от вас было. Для того, чтобы этот инструмент работал эффективно. Навигация. Какая есть навигация в сторисах? Есть 3. Здесь на скриншоте будет видно цифра 1. Это вперед. Просто нажимайте быстро на экран. Тогда пролистывается следующий, 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 следующий. Чтобы вернуться назад, есть цифра 2. То есть, с левой стороны экрана нажимаете 2. Возвращается в сторис назад. Перейти на сторис другого аккаунта. Это вам нужно сделать, как на цифрике 3. Сделать свайп влево. И чтобы зафиксировать сторис, нужно просто нажать на экран. Допустим, идет какое-то видео в сторис или фотография. Вы хотите что-то рассмотреть более подробно. Просто зажимаете, и тогда оно останавливается, и вы сможете более подробнее дочитать, прочитать, досмотреть все, что отображается у вас на экране. Сторис – это односторонняя связь пользователя и ваша страница. Ссылки. У вас есть теперь возможность в сторисах делать ссылки, но эта возможность появляется у людей, у которых есть свыше 10 тысяч подписчиков. Тоже очень удобный инструмент, и вам необходимо стремиться к этой цифре для того, чтобы она, эта возможность у вас появилась. Вы сможете добавлять какие ссылки. Ссылка на сайт, на карточку товара, на профиль, на пост, на партнеров, на мессенджеры, на YouTube, на формы анкеты. Просто вам нужно будет сделать свайп вверх и сразу переброситься на ссылку, которую вы оставили. Такие варианты я вам здесь написал. Очень удобно, и старайтесь быстрее сделать так, чтобы у вас эта функция появилась. Еще раз видите, как это отображается. Перевод на сайт. Страница о 10 тысяч подписчиков. Кнопочка «Еще». Вы ее пролистываете вверх, и все. Таким вот движением, вот таким. Раз, раз, и все. Вы переходите на сайт. Дальше. Что можно делать и что ввести на ваших сториз? Мы сейчас будем разбирать темы, которые актуальны. Это как раз список контента, тем контента, которые вы можете транслировать. Вы можете делать репортажи рабочих процессов. Вы можете транслировать онлайн свои мероприятия. Это очень актуально и нравится. Целевая аудитория ваша будет следить, смотреть и вовлекаться. Дальше. Вы можете сделать приглашение эксперта или блогера и с ним провести прямую трансляцию. Либо для того, чтобы он просто снял, что приглашает туда-то, туда-то. Определенные ссылочки на вас были или что-то еще. Это еще больше сделает охват, потому что за счет блогеров очень быстро продвигается ваш аккаунт. Сейчас и, кстати, реклама у блогеров в сториз стоит намного дешевле, чем в ленте. Это новинка, так сказать. И сейчас она набирает популярность. Скоро этой возможности уже не будет, поэтому сейчас можно этим пользоваться. Заговариваться с определенными блогерами. Можно модными. Можно на начале, на старте вашей деятельности не с модными. Для того, чтобы происходила коллаборация, обмен на вашей целевой аудитории, чтобы те к вам приходили, а ваши к ней. Это очень удобно и очень выгодно. Дальше. Показ продукции с ценами. Как здесь. Можно написать, треночки нарисовать. Все актуально. Люди все больше на тем. Хотя сразу понимать, что сколько стоит, чтобы им нужно было писать директ, в личку, узнавать. Они сразу понимают, сколько стоит и стоит ли им обращать на это внимание. Либо дальше. Если вы... Потому что люди выбирают двумя категориями ценой и качеством. То есть качество они увидели, цену, если им подходят, они заказывают. Дальше. Анонс нового поста. Сейчас, да, это очень актуально. Можно сделать перепостом вашего поста, который уже существует. Сделать перепост в сториз. Как это делать, я вам потом расскажу. Это очень просто. Я так же это уже показывал. Для вас еще раз делаю отдельно. Оно, как это так сказать, акцент на этом. И также, наверное, вы замечали, что когда вы сделали пост, делают скриншот экрана, замалевывают последнюю фотографию, пишут какой-нибудь повлекающий текст, для того, чтобы люди захотели перейти посмотреть. Это увеличивает просмотр вашей ленты. Почему? Потому что я сказал, что сейчас люди делятся на два типа, на две категории, которые смотрят сторизы, которые смотрят ленту. Поэтому, чтобы одно другого усилило, мы делаем анонс нового поста. Распродажи и акции. Очень актуально. Также пишем, что, сколько, чего стоит. Выгодность этого заключается в том, что сторизы всегда находятся сверху. И люди, бывает, заходят смотреть сториз, в ленту даже не переходят. Они смогут увидеть рекламную акцию, вашу какую-то распродажу. И дальше перейти. Видите, на левом, точнее, на правом скриншоте видно, что здесь рекламный баннер. При купке трех вещей и более, дальше идет ссылочка. Еще вверх, то есть, человек у вилосторис может сразу перейти свайпом вверх на страницу, где сможем заказать товар. На левой сможет написать сообщение и более, может быть, подробнее узнать. Или сразу уже купить. Дальше. Анонс мероприятий. Логично. Очень просто, легко. Что, во сколько, куда. Анонс конкурса на странице. Итоги конкурсов. Чтобы не загрязнять, знаете, ленту свою, потому что не всегда можно сделать красивые фотографии для того, чтобы там конкурс. Или для итогов как-то не особо, да, подходит лента. То это очень актуально для сториз, потому что она повесила сутки, удалилась и, скажем так, не загрязнила вашу ленту. Очень удобненько и я вам рекомендую этим пользоваться. Супер история презентации новой коллекции. Сделана из нескольких картинок. Смотрите, чередуется фотка, текст, фотка, текст. Очень, знаете, так, лояльно и очень мягко и включает этот процесс. Такая даже игра получается. Сначала нажали на девочку, да. Ну, нажали на аккаунт, увидели девочку, нажали вперед, вперед, текст, девочка, текст, девочка, текст, мужчина. И идет текст, который будут вовлекать, пушать лояльность и человеку легче будут потом купить. Это вот такие супер истории новой коллекции. Также есть супер история руководства. Можно сделать, если вы там обучаете чему-то, можно и с помощью фотографии сделать вот такое вот руководство к пользованию. Очень удобно, очень прикольно, креативненько и красивенько. Ответы на частые вопросы. Отзывы покупателей. Ну, вы согласитесь, что у себя в ленте вот такую картинку оставить тяжело, потому что она будет не вписываться в формат. Нужно придумать что-то будет такое, вот такое, чтобы это обыграть, и она писалась вам в ленту. Опять-таки, сториз для этого вам подходит. Чек-листы. Также, видите, можно добавить, добавили сюда ссылочку, человек нажимает свайп и может скачать чек-лист. Творческие задания покупателей. Совет дня это может быть. Новости компаний, ваши ниши. Супер история в виде комиксов. Вот это вот был, по-моему, кейс. Мужчина купил трех... Или стал их не покупателем, или купил трехтысячный бургер. Вот. И вот сделали такую анимашку. Фотки. Человек заходит, его встречают. Том-шоке. Ему там... Делают поздравления, вместе сидят кушать. Ну, такой комикс получился из фотографий. Тоже подумайте, как вы можете это реализовать в своем теле. Анкеты. Девочка занялась, ну, начала создавать анкеты. Предлагает, видите, в сторис рекомендует на какие-то темы она это может сделать. И также продавать. То есть вы видите наглядно, смотрите, что она предлагает. И можете выставить примеры этих анкет. Также можно вообще делать анкетирование через сторис. Голосование. С помощью голосования вы можете узнать у человека, нравится, не нравится, что он хочет. Вот как здесь. Мини-версия ароматов. Чтобы купить, ответьте на историю. Покупаем мини-версию ароматов. Да или нет. Интересна вам вообще такая покупка или нет. И вот как вам образ Марины. И человек уже голосует. Это новый вид голосования. Вот. Тоже очень интересно, вовлекает. Все такие движения, где человек делает, ну, интерактив происходит. Идет больше вовлечения у людей. Они повышают, ну, лояльность. Механики привлечения подписчиков через сторис. Бывают. Взаимный пиар с партнерами. То есть вы договорились с кем-то, что вы сделаете сторис и укажете его. То человек, который сделает свой сторис, укажет вас. И происходит обмен на аудитории. Реклама у блогеров. Вы заказываете. Репосты подписчиков в директ. Репосты постов из ленты. Таргет в историях. И конкурсы. Улучшение ранжирования контента. Что для этого необходимо, чтобы ваш контент лучше ранжировался. То есть поднимался в топ и был виден большим пользователем. Что для этого необходимо? Для этого необходимы ответы в директ. То есть когда на ваш сторис, люди будут отвечать вам в директ. Голосование. Да нет, да нет. Анонсы постов. Переходы в профиль. Игровые механики. Здесь имеют время просмотра. Чем дольше люди у вас задерживаются на сторис, то есть нажали, держат, что-то читают, вовлекаются, это тоже влияет на то, насколько человек остался посмотреть ваш сторис. Мы тоже дальше разберем механику, как сделать так, чтобы ваш сторис дольше просматривали. Одно сторис, то есть заставили на паузу, зажимали пальцем мышцы, там смотрели, вовлекались. Супер истории. Много историй, когда и люди постоянно будут переходить, переходить, это также будет вам способствовать поднятию вашего контента. И полезный контент. Понятно, да, что полезный. Мы должны давать полезность, не только постить все, что мы хотим в сторис, потому что это, знаете, есть такое мнение, ну и как оно прижилось. То, что в ленту мы больше там ретушируем, красивенькую картину выставляем. В сторис мы сделаем все то, как оно есть на самом деле. То есть без фильтров, все как есть. Этим и нравится то, что человек может подсмотреть за другими, как он в реальности живет, действует, работает, всякие, жизнь за кадром, так сказать. И дальше вот супер истории в виде инструкции. Можно опубликовать инструкцию и сделать это в виде сторис, как это сделать CMM-планер. Очень удобно, вовлекающие люди будут нажимать на паузу, чтобы прочитать, въехать в то, что они написали. И опять-таки это повышает, как и здесь, улучшение ранжирования контента. Супер истории, игровые механики. Это способствует тому, чтобы ставили на паузу, нажимали пальцем, человек останавливался. Директы, это все алгоритмы инстаграма считывают и увеличивают ваш охват. Дальше. Загадывайте загадки. И люди вам будут писать от этого больше. Ответов в ваш директ тоже будут повышать вас. Викторину устраивайте. Игры с вылетающими эмодзи. С вылетающими эмодзи. Как это делает канал ТНТ. Можете к ним зайти, посмотреть. Интерактив очень забавный. Не всегда непонятная игра, что они хотят на самом деле. Но очень приятно и вовлекает. Сами попробуйте. Зайдите в ТНТ или Саша и Таня. Наберете в поисковике, она выдаст. Посмотрите, что они делают интересненького. Также задания с иллюзиями. Все здесь. Видите, об этом можно тоже подумать. Если вы отличный визуализатор, можете сделать такие штуки. Подумайте, как вы можете применить это в своем бизнесе. Головоломки. Видите, сделали такую ленту длину, типа лабиринта. И нужно найти, человек будет сквозь, сквозь следующую, возвращаться назад опять, чтобы провести себя по лабиринту и узнать, куда он пришел. Угадайки можно делать, где логика. Как вот, например, на ТНТ, где логика. По силуэту узнать, кто это. Пазлы. Можно также делать пазлы. По кусочкам собирать фотографию. Это такой же интерактив, людей это вовлекает. Что-то необычное. Оценка продукта. Крестики-нолики. Это как раз вот эта механика, которая позволяет задержаться на вашем контенте, подумать. И также ответить вам в директ. Вот пример игры, который используют. И вы тоже можете что-то подобное себе применить. Можете сделать скриншот, сфотографировать, либо потом скачайте PDF. И это условия игры, крестики-нолики. Срок, точнее не условия, а то, что было на выходе. Срок одни сутки, участников 54, взаимодействие с историями 4000. Представляете, насколько была лояльность. Точнее, по ранжированию сам аккаунт был поднят в топы. А за счет того, что только было взаимодействие с историями. И новых подписчиков на ровном месте 257 человек. А представляете, эти все, они уже вовлечены, им уже нравятся. И также они уже сегодня-завтра могут купить у вас какой-то товар, услугу и быть в вашем бизнесе. Далее, детали продукта. Например, вот фотографировали ковер, интерьер и вот ковер детали продукта. Симпатично смотрится. Дальше. Актуальная в сторис. Немножко поговорим об этом. Я вам рекомендую оформить свои актуальные штуки в сторис, потому что это будет вас выделять на фоне всех остальных. Вы понимаете, да, что актуальные. На каждом аккаунте можно создать актуальное. То есть, знаете, рубрику. Рубрика, в которой мы можем помещать разные штуки, разные наши сторис. Например, вот здесь, да, есть большой. Отзывы, детали, онлайн, скидки. И когда мы постим сторисы, чтобы их сохранить, чтобы они сохранятся больше, чем на 24 часа, мы их вот закидываем в актуальные. Например, у вас много отзывов людей. Ну, опять-таки, в ленту их тяжело поместить. Как тяжело? Можно, но они будут выделяться, не очень. Будут портить вашу ленту. Мы их всех отзывы фигачим в сторис. И потом, чтобы эти сторис не исчезли, мы их добавляем в отзывы. Там и кнопочка. Актуальные нажимаем и выбираем, куда. Для того, чтобы это гармонично, красиво смотрелось, эти актуальные нам нужно выделить. Мы делаем картиночки, иконки для того, чтобы вкусненько было. Посмотрите, как вот большой, реала инста, бм, такие крупные аккаунты уже начали это применять. И вы уже тоже должны быть в тренде и точно так же это применять, потому что это работает и привлекает внимание. Тогда аккаунт выглядит более профессионально. Но даже человеку, который зашел к вам, да, хочет, если вы занимаетесь эмоциональным бизнесом, он хочет посмотреть отзывы. Заходят в отзывы, и видеть сколько людей благодарны вам, вашей компании, вашей команде, что они какие у них результаты. Набирая какие-то фишки по продвижению. Также человек заходит, смотрит им это все, там нравится, нравится, нравится. Также вы можете ознакомиться с событий, которые у вас будут предстоять. Например, мы в своем аккаунте сделали, сейчас вам скажу, что разные рубрики. Это было жизни, то есть мы какие-то фишки, вот. Оно выглядит так вот, красивенько. Мы там сделали жизни, фишки жизни, какие-то актуальные stories прикольные, рекомендации, конкурсы, рейтинги, отзывы, чеки, путешествия. То, что вам виднее, как вы их назовете, потому что у каждого свой бизнес, и каждый видит по-своему. И такие основные фишки, их можно выделить и поместить в актуальные. Рубрикатор в актуальных stories. Это то, о чем я вам говорил. Можете написать меню, каталоги, факью, отзывы, знаменитости, партнеры, контакты, новинки. Вот. И туда это все добавлять. Люди будут переходить, смотреть. Это то, что у вас будет закрепленным. И не исчезнет через 24 часа. Теперь сделайте себе скриншот тем, на которые можно снимать stories. Это вот обзоры руководства, советы, новости, исследования, ответы на вопросы, мнения, экспедиции. Все читать не буду. Пожалуйста, записывайте, фотографируйте, делайте скриншот. Очень актуально. И проработайте эту тему. Вам будет полезно. И вы увеличите свои продажи за счет этого. Я вам это точно гарантирую. Далее. Сервисы, которыми мы пользуемся для того, чтобы ваши stories были интереснее и выделялись из других. Это, например, программа Supa. Supa.ru. Это сервис, который позволяет делать видео. Уже есть много шаблонов. Я о нем уже неоднократно рассказывал. Еще раз возвращаюсь к нему. Посмотрите, потестируйте. Вам. Прямо это вот очень супер инструмент незаменимый. Иншот. Веговидео. Канва. Фликсел. Хром. Посмотрите все сервисы. Пощупайте, потрогайте. Для себя вы что-то выберете. То, что вам больше всего подходит. То, что вам больше всего нравится. Мы пользуемся ими. И решила поделиться с вами для того, чтобы облегчить вам жизнь в некоторых ее моментах. И теперь домашнее задание, которое продвинет вас в вашем бизнесе за счет stories. Первое. Это составить контент-план для истории на неделю. Прямо составить. Выкладывать истории от трех штук каждый день. Рекомендую минимум пять. Еще раз. Я написал три. Это для тех людей, которые только-только начинают. Потому что они бывают... Что я буду снимать? Я боюсь. У вас уже не должно быть вот этого боюсь. Потому что весь мир это делает. Весь мир снимает. Вы видели, сколько людей влечены в stories. Так что welcome. Вам сюда тоже. Дальше. Придумать 10 идей вовлечения подписчиков. Мы разбирали эти идеи. Как вовлекать. Составить список 10 тематических хэштегов и геолокации. Согласно вашей целевой аудитории. Где они тусуются и какие хэштеги они используют. Договориться с тремя мини-блогерами на размещение в stories. То есть делать обмен целевой аудитории. Коллаборацию такую сказать. Вы объединитесь. Вы прорекламируете его. Он прорекламирует вас. К вам придут люди, подписчики. И дальше. Если у вас ценный контент. А он у вас ценный. То они могут стать вашими клиентами. Это ваши потенциальные партнеры. Вот на этом все. Я вас обнимаю. У вас все получится. Вы большие молодцы. Используйте пожалуйста эти инструменты. Не проходите просто мимо. Мы с вами вначале делали договоренности. Я думаю что вы их соблюдаете. Я вас верю. Ребят. У вас все получится. Потому что вы пришли поднять свой бизнес на планку выше. И перепрыгнуть своих конкурентов. Выйти в топ в ваших компаниях. Поэтому вы большие молодцы. Потому что вы уже делаете то, что не делали раньше. Делая хотя бы 1% чего-то, то чего не было раньше. Вы за год вырастите на 365%. Представляете какой прирост в вас, как в личность, в ваш бизнес, в вашу жизнь происходит. Все. Я вас обнимаю. До скорых встреч. Пока-пока. С вами был Владимир Ковленко. С вами был Владимир Ковленко.